Здравствуйте! Мы продолжаем проект «Портрет современного театра». Это комедия, один из самых успешных театров Нижнего Новгорода. Во всяком случае, с аншлагом здесь идут многие спектакли. Поэтому мы и создаем свой портрет здесь, на основании четырех самых знаковых, ярких и интересных спектаклей. Сегодня речь пойдет о куклах. Спектакли сложным, многослойным, но и, судя по рейтингам, наиболее популярным в комедии. И по традиции зайдем со служебного входа, ибо пишем мы не парадный, а рабочий портрет. Четыре часа дня, два часа до начала. В этом спектакле множество сюжетных линий, которые то переплетаются, то динамично сменяют одна другую. В течение всего спектакля действие происходит на фоне, казалось бы, простых декораций, которые на самом деле помогают артистам рассказывать историю. Историю о любви, о человеческих страстях, пороках, о том, где грань между человеком и куклой. Кто марионетка, а кто кукловод. И, наконец, это размышление о будущем театра. Что его ждет в век высоких технологий и искусственного разума? Ну, неужели куклы? Итак, мы начинаем! Я когда впервые посмотрел спектакль, я не понял, что я посмотрел. Это был не спектакль. Это куклы! 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 Персонажи порой вызывают смех. Крохобор со своей ненормальной любовью к деньгам, контуженный солдат, взомнивший себя непобедимым бойцом, брондахлыст, якобы главный над куклами. Он привлекает к себе внимание уже своей фигурой. Все куклы отражают какие-то пороки людские. Крохоборство, балабольство, вот это все. Они же, в каждой кукле какой-то свой порок. Здесь, в нашем спектакле, это тщеславие проявляется у танцовщицы в том, что она из кожи вон лезет и доказает, что она лучшая. Капитан Мамона, это мой герой, он солдат. Он стремится стать генералом, командовать всеми. Брондахлыст, он просто лезет в начальники. Они как дети, у каждой свои капризы. Каждый индивидуален. Каждая кукла, она индивидуальна. Есть в этом спектакле и провокационный момент, где на первый план выступает обнаженное тело. Это заманка. Да, это как фокус такой. Лично меня это не смущает. Что будет с театром, в котором главенствуют куклы? На эту тему предлагается поразмышлять зрителю. Завязка этой сюжетной линии в споре актеров с интерпренерами, продюсерами, говоря современным языком. Последние хотят привести в город суперсовременный, бешено популярный и, соответственно, нереально доходный театр, где играют куклы, что так похоже на людей. Какая участь ждет живых актеров в этом кукольном театре? Живой театр, неживой театр. Настоящее искусство. Или суррога. Новые веяния приходят в театр. И та же самая новейшая световая аппаратура, лазерные шоу и так далее, и тому подобное. Все это используется в театрах. Но потом люди, присытившись всем этим, возвращаются к старому родному классическому театру, к старому родному исполнению. Вот когда существует это воздействие такое гипнотическое, если можно так выразиться, это совершенно другое переживание. Когда ты сидишь в зале и чувствуешь дыхание рядом соседа, всего зала, это совершенно другое. Живые эмоции и эффект присутствия. Вот чего пока не в состоянии обеспечить ни одна самая совершенная аппаратура. Даже 3D-куклы – это всего лишь бездушные механизмы. А живые актеры, они же каждый спектакль играют немного иначе. Кстати, именно поэтому мы создаем наш портрет в течение одного дня. Ведь двух одинаковых капель воды не бывает. Наблюдая за куклами, зритель волей-неволей сравнивает с ними себя, свою роль в жизни, поведение в разных обстоятельствах. Тогда и приходит осознание того, что все мы, так или иначе, марионетки, зависящие от кого-то или чего-то. Я боюсь их увидеть, этих кукол. И я страстно желаю этого. Здесь вот этот персонаж, герцог, очень интересен. Он воспылал страстью к кукле. Он даже попытался ее украсть, и все рухнуло. Он смешал два мира – человеческий и кукольный. Оказалось, что пороки так же свойственны людям, как и куклам. И люди, и куклы как будто сорвались со своих цепей. А что же будет дальше? Конечно, герцог не понимал, что может произойти. Да и сами мы понимаем ли, что с нами происходит, когда нас одолевает страсть, когда мы влюбляемся. Мы, конечно, не думаем о том, что будет дальше. Что будет со всеми нами дальше? Как я себе по жизни говорю, надо мне построить дом. А думаю, а зачем? Ну, говорят, построить дом, роди там ребенка, посади дерево и так далее. Ну, зачем уже все? А что будет дальше? Конечно, этот вопрос мы себе всякий раз задаем, когда смотрим в пустой кошелек или на сберегательную книжку или на какую-то любимую, которая уже приелся. Мы все время как «что будет дальше?». И поэтому это тоже тема, и даже абсурдный вопрос ее постепенно повторяющийся. Он действительно тоже будоражит. А что же будет дальше? И все же герцог – не главное действующее лицо. Он – пружина. У кукольного механизма есть создатель, автор, творец, пигмалион. Увлеклись, расслабились, себе присынуть, пожелали плоды чужого вдохновения. Я, 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 я. Я ваш хозяин! Я сомневаюсь делать, что создал вас, вдохнул вас в душу свою. Вы все мои шуты, забавы, игрушки, рабы, короче, коплы. Куда, до какой степени ты можешь лезть в природу? До какой степени ты можешь туда заползать? Эта тема, она посредственно через кукол тоже существует. Я опускаю подробности, и вот спустя лет десять я создал, я создал свою первую механическую куклу с простейшими пунктами Селестину, затем Михаэля и Николаса, а потом... Говорится-то про божеские дела. ...о создании своего театра. А как еще я мог выйти на контакт с этим миром? Куклы и кукловоды, классика и современность. Это куклы! Юмор и философия – это спектакль театра-комедия. Я сказал это! Куклы! Куклы, которые создал Валерий Беликович. Валерий Романович Беликович. Советский и российский актер, режиссер, художественный руководитель Московского драматического театра имени Станиславского. С 2002 года художественный руководитель Нижегородского театра-комедия, в котором поставил восемь спектаклей. Глубина этого материала, по-моему, даже мной до сих пор не осилена. Как не потерять человеческий облик? Не стать куклой? Не пойти за куклами? Не заиграться? Остаться живым? Живым человеком, живым театром, живым, а не забронзовевшим создателем. Это вопросы, на которые каждый отвечает сам. Но задать их себе и помогают вот эти... КОНЕЦ Спасибо.